Друзья, занятный чувачелла стоит. Сейчас я к нему непременно подойду. Вот в этом месте расположено памятное место, где в 1991 году погибли три молодых человека. Сейчас подойду, посмотрю, что стоит. Здрасте. Здрасте. Путь с 1991 года. Ошибка народа. Майдан, спланированная из США. РФ-колония США за референдум об отмене колониальной конституции. Скажите, пожалуйста, а вы, получается, против Путина или за Путина? Путин возглавляет общемировое национально-свободительное движение. Отказаться от колониальной конституции, значит, это отказаться от национализировать Центральный банк, отказаться от доллара. Вот, ливийский лидер Каддафи, Мумар, отказался от доллара в торговле нефтью. А скажите... И что стало с Ливией? Авианосцы подошли, американцы. За Ливию расфигачили. До этого Ирак отказался от торговли. Сейчас я расскажу. От торговли долларом отказался Ирак. Тоже расфигачили. Поэтому Владимир Владимирович Путин готовит конституционные реформы по национализации Центрального банка, по национализации недров. Но на элиты и заранее уже американцев предупреждают с телевизора. Смотрите, какие у нас ракеты есть, которые летят до Вашингтона. А раньше у нас таких ракет... Не, извините, у меня вопрос. Маленький один вопрос. Вот смотрите, он 19 лет правит, да, Путин? Вот смотрите, а что он за 19 лет ни разу не сказал, что Российская Федерация это колония? Что он за 19 лет не выступил против... Если... У нас же есть ракеты, которые долетят до Вашингтона. У ракет сняты полетные задания. То есть они, полетные задания, у нас под военной доктрине, мы должны ударить по территориям, откуда спускаются ракеты. То есть, допустим, с территории Польши или Чехии или Болгарии. То есть это славянские народы, американцы разместили специальные ракеты. Извините, а как Вас зовут? Юрий. Юрий, меня Захар очень приятно. Юрий, а Вы в этом движении НОД, да, состоите? Национально-освободительном движении. А Вы сами откуда родом? НОСКВА. Из Москвы? Ну, родом из южных областей России. Хорошо. Понятно. А скажите, Вы сами по своей воле сюда пришли сегодня? Конечно, я волонтер движения. А придумали это Вы здесь встать? Да. Да? Ну, понятно, ладно. То есть Вы считаете, что три молодых человека здесь, в этом туннеле в 1991 году погибли напрасно, да? Значит, они их, значит, зомбировали. У нас изначально было, значит... Их зомбировали? Вот этих трех ребят, которых танком раздавило, да? Их, короче, зомбировали. Сказали, что свобода. Смотрите, как работали американцы? А скажите, психотронное оружие применяли американцы? Я не знаю, применяли ли психотронное оружие американцы, но... Я вот блог веду, и у меня ролик есть о психотронном оружии, серьезно. Я уверен, что оно существует. Слушайте, ну я не буду Вас отвлекать, а то по закону об одиночном пикете я не имею права вам компостировать мозги. Всего хорошего. А что у Вас за газета такая? Я блогер, веду блог свой. Меня Захар зовут. Захар, очень приятно. Захар Артемьев. Захарыч Блаженный. Да, значит, кто еще Захар скажет. То есть вы за Путина или вы против Путина? Да, Путин готовит реформы. Дело в том, что я категорически против Путина. Он 19 лет готовит реформы. Путин готовит реформы. Возьму, возьму. На досуге ознакомлюсь. Спасибо, спасибо. Крепкого здоровья, всех благ. Вот, ребята, такая вот хрень происходит в центре Москвы. Честно, выглянул в окно покурить и увидел случайно этого типчика Юрия из южных районов России. Ну, из Украины, парень, явно. И откуда весь этот нот? Ладно. Доброго всем дня. Подписывайтесь на канал, поддерживайте, ставьте лайки и все такое. Пока. Я не могу оставить этот вопрос без ответа. И сейчас я еще раз к Юрию обращусь. Понимаю, что плохая предмета возвращаться, но вернусь. Вот, потому что вопрос очень важный касательно... Юрий, простите, возвращаюсь к вам с вопросом. А вы слышали, Дмитрий Дебров такой телеведущий? Да. Он, оказывается, вот тут всплыла запись, где он на три буквы посылает весь правящий режим. И ему надо снимать пропагандистскую передачу об оранжевых революциях. А он говорит, да хоть бы была уже революция такая у нас. И вот, как вы считаете, что с ним надо сделать за это? Что с ним произошло? Я рассказываю, что делают телеведущие. Вообще, все телеканалы подчиняются международным рейтинговым агентствам. За рейтинг по телевидению они получают рекламу, расценки на рекламу. То есть, они зависимы, все телеканалы, от зарубежных рейтинговых агентств. И чтобы получать высокие баллы в рейтинге, они должны лить на Россию чернуху. Поливать... Ну вот Дебров... Дебров как часть этой системы. А, то есть, он выступил не сам по себе, да? Да, он выступил у него, у Деброва, допустим, семья... Я условно говорю, я точно не знаю, но у многих телеведущих за рубежом находится семья, деньги, собственность, значит, недвижимость находится. И у Деброва наверняка тоже, да? Допустим, учатся деньги некоторых наших телеведущих за границей. Допустим, какие-то телеведущие говорят правильную речь о том, что надо менять конституцию, менять колониальные статьи. Так, ладно, стоп, извините, я про Деброва вас спрашиваю. Скажите, как вы считаете, что с ним надо сделать? Я считаю, что когда победит национально-освободительное движение, это уголовное дело. Уголовное дело? Да, спасаться в тюрьму. А по какой статье? Измена Родине? Измена Родине, да. Ну вот, так как вы за президента Путина, я могу считать ваши слова позиции Кремля. Смотрите, Кремль... Депутат же Федоров, ваш покровитель. Смотрите, у нас очень много координаторов, не Федоров, не Путин, мне не приказали здесь стоять. Это народная инициатива. Понял, такое сетевое движение? Не сетевое, а за Родину. За Родину, ну понял, понял, понял. Да, в общем, такие пляп-пляски на месте погибели трех человек. Ладно, правда, поддерживайте мой канал, покупайте мои книжки и все такое. Подписывайтесь, ставьте лайк под видео. Это какой-то паноптикум. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова